До того, как Немагия стали известны, Алексей Псковитин получил образование слесаря и имел опыт работы с актером, в то время как Михаил Печерский получил высшее образование, окончив факультет ветеринарии. До того, как Немагия стали известны, они снимали видео с различными фокусами, продавая секреты их исполнения и даже не пытались кого-либо высмеять или издеваться. До того, как Немагия стали известны, прежде чем остановиться на различных пародиях, они перепробовали множество самых разных форматов, от обзоров на фильмы и вирусные видеоролики. До скетчи! Добро пожаловать на Тейлблогнет! И сегодня мы поведаем вам о жизни Немагии, до того, как они стали известны. Тот в порно снимался, это в порно, это жопой голос спидинфо светит, у нас бледежник сплошной, а не федерация, а всех ты не исключишь. Дуэт видеоблогеров из Кемерово, известный своими чопиками правосудия, на ютуб канале имеет более миллиона подписчиков. Его участники, Алексей Псковитин и Михаил Печерский, высмеивают своих видео всех и вся, от нашумевших в интернете тёлочек... Да уважаемых политиков, но особой любовью зрителей пользуются сатирические ролики про бодибилдеров и девочек. Которые, кстати, нередко совсем не против таких видео про себя, получая при этом неплохую рекламу. Сегодня у нас в гостях питерская элита бодибилдинга. И привет, друзья, с вами Миронов Сергей, и это путешествие качка в Амстердаме. Боже, какой красавчик. Но не всегда. Алексею Псковитину, главному идейному вдохновителю и режиссёру проекта на данный момент 25 лет. В детстве он рос в обычной семье, ходил в обычную школу, но уже тогда проявлялось его незаурядное чувство юмора. Я знаю точно, пизда как мёд, в тиши полночной хуй за щеку нырнёт. В тиши полночной хуй за щеку нырнёт. Лёша окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Однако вскоре понял, что музыка это не его и получил образование по специальности слесаря. Но и этот выбор оказался ему не по душе. Немного поработав шахтёром, и ни одного дня по полученной специальности он решает заняться чем-то совершенно иным и новым. С детства он мечтал стать режиссёром, и именно поэтому он начинает снимать видеоролики. И у тебя писька не стоит? Не стоит. А видео о чём? О тупых качках химиках с ненастоящими мышцами, у которых писька не стоит. Поначалу это были видео с демонстрацией различных фокусов, делая при этом попытки продать их секреты. Отсюда и произошло название «Немаги». Демонстрация карты. Вот она, наша семёрочка бубовая. В 18 лет Алексей создаёт канал и даже делает одноимённый сайт. Успехов эта затея не принесла. Проект бесславно просуществовал два года, после чего был заброшен и отложен в долгий ящик. А сам Алексей уходит в армию отдавать долг родине. Второе дыхание «Немагия» получилась приходом нового участника, Михаила Печерского. Миша 31, он окончил среднюю школу в родном и суровом Кемерово. Но на этом тяга к знаниям не закончилась. В надежде на светлое будущее, он поступает в Омский государственный аграрный университет имени Столыпина и получает высшее образование по направлению фармакологии и токсикологии ветеринарного факультета. В 28 он потихоньку начинает помогать своему 22-летнему другу и соратнику Лёше снимать развлекательные ролики на Ютуб. Мне больше не нужна твоя одежда. Вначале Миша остаётся в тени и держится за кадром, но постепенно он становится соведущим и принимает активное участие в съёмках непосредственно в кадре камеры. Новый формат он наследовал от первоначального проекта только название. Всё остальное изменилось коренным образом до неузнаваемости. Укропил я её со своего кодила. Дальше тут такая удивительная атмосфера. Я думаю, мы сюда ещё раз приедем, когда я уже буду здоровая. И как показало время, перемены оказались очень успешными. Ребята не могут определиться с узкой тематикой развлекательного контента и начинают пробовать всё подряд. От обзоров на вирусные видео и рецензии на фильмы... Мы даём сначала чёткую оценку фильма, чтобы вы знали, идти или не идти смотреть. Сами мы люди, искушённые в этих вопросах. До пародии сатирического высмеивания известных личностей. Вот они. Ничего сложного. Можно не глубоко. Людочка, ну вы помните. Но зрителям особенно полюбились их видеообзоры про известных персонажей в интернете. Так огромную популярность принесло видео про юного бодибилдера Макса Трояна. Его посмотрело более 6,5 миллионов человек. Хотите знать, кто это? Сейчас расскажем. Не важно, что тут написано. Тут вообще написано, что это масло. Правда, не всё сразу наладилось после второго старта. Необходимы были постоянные финансовые вложения. А денег, как это обычно у всех бывает, не хватало. Ребята не стеснялись и частенько откровенно просили денег у своих фанатов, что, естественно, многим не нравилось. Ну а нужно было на что-то поддерживать проект. В течение времени, несмотря на славу, ребята не покинули родной город и продолжают жить и осуществлять свою деятельность в Кемерово. Немагия стебёт своих жертв очень жёстко, зачастую перегибая палку, что порой приводит к последствиям. Баста, братишка, мы песню зачинили, дебютную для Газгольдера. Для тебя, брат. Вот послушай. Ведь мне не похуй на здоровье. Прячу бронхи в дипломат. Я оттрахал твою суку ровно 5 минут назад. Об этом свидетельствует блокировка одного видеоролика Роскомнадзором, недавний конфликт с рэпером Бастой и многочисленные постоянные страйки. Поведение, за которое было бы стыдно даже мамке Басты. Также, помимо основного канала, у ребят есть ещё один, пользующийся большой популярностью. Немагия Лайф, где они делятся мнениями о последних нашумевших событиях. Ты в курсе, что недавно, недели две назад, была статья о том, что какой-то ютубер написал, как же уже заебали их. Стоит заметить, что аудиторию Немагии нельзя назвать шкалотой. Возраст их подписчиков, как правило, старше 20 лет. Учитывая этот фактор, они открыли в Кемерово кальянную Немагия Лаунж, в которой имеются две зоны. Одна для любителей кальянов, вторая немного безопаснее. Для вейперов. Своё заведение они активно рекламируют и задействуют в своих видео. Лаунж-бар Немагия, в котором мы регулярно появляемся, почти каждый день. Однако, если сравнить Немагию год назад и Немагию сейчас, то наблюдается явный регресс. Так, раньше на экстримах творилась полнейшая жара. Самые различные блогеры приходили на них и устраивали там жёсткие словесные баталии. Вали ебало, хуйло, Кристина, я тебя сейчас за пиздополу вывезу. Брат, диску, жирное хуйло, долбоёб ты. Ты, да хуй, не мужик. У тебя натуральное женское строение тела, тазовые кости и шире плеч, блять. Тебя нужно просто ебать в жопу, понимаешь? Ну, потому что я не хочу, потому что ты хуесос, твой рот добит огромными хуями, понимаешь? А я языком своим потише работаете и дашь мне сказать что-нибудь, нет? Я не с тобой разговариваю, я с бородатым человеком. Ты пришёл к нам в сайт. Сегодня ребята также стримят, но это уже нельзя назвать жарой. Скорее простыми унылыми посиделками. Оно и понятно, ведь с каждым годом блогеров всё больше и больше прессуют. И речь сейчас идёт не конкретно о немагии, а в целом о всём ютубе. А есть власть тоже, у которой тоже дохуя власти, дохуя баблища, но она не цивилизованная. И если над ней пошутить, будет пизда. Поэтому как-никак, а даже немагии пришлось существенно понизить градус накала. Но это уже совсем другая история. Это была история немагии до того, как они стали известны. Переходи по ссылке в описании и голосуй за новых героев шоу в нашем паблике ВК. Также подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звёзд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.